Власти и контролирующие структуры до сих пор не могут очистить рынок междугородних перевозок в Сибири от нелегалов. Клиентам они обещают быстрее доставить их в пункт назначения. Кто-то вообще использует мобильный сервис попутчиков Блаблакар и говорит только об оплате стоимости бензина. Нередко машины таких перевозчиков попадают в аварии. Как обезопасить себя при поездке на такси за пределы города? Поговорим с начальником отдела лицензирования отдельных видов деятельности областного комитета лицензирования Светланой Калмогоровой. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли в таких случаях гарантии безопасности у пассажиров и могут ли они рассчитывать на какую-то компенсацию в случае попадания в аварию? Если это нелегальный перевозчик, оно само о себе говорит, что полная ответственность лежит на том, кого вы выбираете и кто выбирает. И вот готовясь к сегодняшней с вами встрече, я специально взяла условия пользования, какие все-таки здесь условия ставит компания Блаблакар. Вот везде здесь условия идет такое, что они ни за что не отвечают. Ни водитель не отвечает перед вами. Вы, выбирая любое какое-то транспортное средство, тоже несете самостоятельную ответственность. То есть мы таких водителей, как водители Блаблакара, тоже относим к нелегальным перевозчикам? Ну, если у них нет разрешения, которое выдает комитет по лицензированию, и, следовательно, они несут определенную ответственность перед пассажирами, то, конечно, это именно такие перевозчики, которые называются в настоящее время нелегальными. Борьба с ними ведется давно, и проблема эта, в общем-то, не новая, но их по-прежнему много на автовокзалах. В частности, на автовокзалах. Возможно ли как-то вообще их деятельность пресечь? Значит, на протяжении всего этого времени, когда мы начали выдавать разрешения, мы достаточно активно ведем работу с нашими органами правопорядка. И вот в настоящее время рейдовые мероприятия совместно с ГИБДД, с налоговой инспекцией, с ОБЭПом и общественными организациями проводятся еженедельно. Нужно повысить и ответственность, и штрафы для нелегальных перевозчиков. И очень бы хотелось, чтобы нас услышали и в Государственной Думе Российской Федерации, потому что с сентября 2014 года принятый в первом чтении так называемый закон о токсин пока еще не перешел во вторую фазу, то есть его еще не приняли во втором чтении. И там везде обязательным пунктом идет увеличение штрафов для нелегальных перевозчиков, ну и смягчение несколько штрафных санкций для легальных. Получается, что это пока только в планах. А что есть сейчас? Какие штрафы сейчас применяются по отношению к нелегальным водителям? 5 тысяч. Это не та сумма, если ее сравнивать с чьей-то жизнью. Так ведь? Поэтому мы стараемся останавливать нелегальных перевозчиков. Но вместе с сотрудниками ГИБДД, когда мы неоднократно останавливали этот автомобиль, есть такая ниша, что можно изъять автомобиль. Но вот на одном из районов области, мы договорились с очень активной администрацией района, будем пробовать. Изъятие автомобиля, конечно, это будет уже серьезной причиной для того, чтобы относиться к этому несколько по-другому. Пожалуй, на автовокзалах любых городов, не только сибирских, сохраняются. Те, кого обычно называют бомбилами. Водители на частных автомобилях, может быть, микроавтобусах, меньше 8 мест, которые, получается, попадают под это законодательство, продолжают зазывать к себе порой очень даже назойливо пассажиров, которые, может быть, опоздали на автобус, да, или им нужно срочно уехать в другие города. Насколько мы можем считать, что их деятельность незаконна? Значит, обязательно. Если это легальное такси, оно должно быть экипировано, да, желтым фонарем на крыше машины. Цветографическая схема в виде квадратов сбоку на автомобиле. Внутри автомобиля должно быть разрешение, выданное комитетом по лицензированию Томской области. Информация, то есть бейджик, где написано, кто за рулем, кто является индивидуальным предпринимателем, или какой компании транспортной принадлежит этот автомобиль. И обязательно должны быть телефоны тех органов, в которые можно либо поблагодарить, либо пожаловаться. И, конечно же, путевой лист. Там очень четко написано, когда человек проходил медицинский осмотр, когда проходил технический, то есть отметка медика и механика. Мы можем уже говорить о том, что водитель выехал в 8 утра, и у него нормальное давление, он поспал ночь, и автомобиль после осмотра механика соответствует тем требованиям, что он может осуществлять данную деятельность. Светлана Анатольевна, спасибо вам за разговор. А я напомню, что о проблемах рынка междугородних перевозок в Сибири мы говорили с начальником отдела лицензирования отдельных видов деятельности областного комитета лицензирования Светланы Калмогоровой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok